Одна из многочисленных тайн Второй мировой войны связана с именем ближайшего соратника Гитлера по партии Рудольфа Гесса. 10 мая 1941 года произошло событие, суть которого во многом до сих пор остается тайной за семью печатями. А разобраться в этой истории для понимания главных событий Второй мировой войны нужно. Согласно официальной версии, Рудольф Гесс вылетел в Шотландию самостоятельно, пилотируя двухмоторным самолетом Мессершмитт-110. И в 3 часа ночи 11 мая выбросился с парашютом недалеко от поместья члена королевской семьи герцога Гамильтона. О приземлении Гесса в Шотландии английская пресса сообщила лишь 13 мая. Тогда же было высказано предположение, носившее, видимо, чисто пропагандистский характер о том, что Гесс сбежал из-за серьезных разногласий с Гитлером и раскола в руководстве национал-социалистов. Официально об исчезновении Гесса руководство национал-социалистической партии Германии сообщило 12 мая. В официальном сообщении говорилось, что Гесс 10 мая в 18 часов осуществил вылет в неизвестном направлении на самолете из Ахшбурга и не вернулся до сего времени. Оставленное Гессом письмо свидетельствует, ввиду его бессвязности, о наличии признаков умственного расстройства, что заставляет опасаться, что Гесс стал жертвой умопомешательства. На прямой вопрос Сталина, зачем прилетел в Англию Гесс, член британского правительства лорд Бивербрук, который лично беседовал с Гессом, ответил, Гесс прилетел в Англию, чтобы, опираясь на небольшую группу аристократов, свернуть Черчилля, создать прогерманское правительство, заключить мир с Гитлером и поддержать его в нападении на Советский Союз. Так зачем Гесс прилетел в Англию? Из разногласий с Гитлером? Из-за помешательства разума или ради союза Германии и Англии против Советского Союза? Давайте разбираться. Примечательно, что полет Гесса произошел сразу же после того, как Гитлер назначил точную дату для нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года. Однако еще более примечательный факт. На заседании 31 августа 1946 года Гесс пожелал сообщить о своей миссии в Англии, но едва успел произнести весной 1941 года, как его грубо и резко прервал председатель трибунала англичанин Лоуренс. То есть Гессу просто демонстративно заткнули рот. Так что же не дали рассказать Гессу? Судя по всему, в мае 1941 года по поручению Гитлера Гесс должен был сделать англичанам предложение, от которого они не смогли бы отказаться. А такое предложение могло быть только одно. Прекратить бессмысленную войну на Западе, ненужную ни Англии, ни Германии. В обмен на мир с Британией Гитлер был готов начать войну с Советским Союзом, чего от него англичане и ждали уже несколько лет. О том, насколько Лондон был заинтересован в сотрудничестве с Гитлером, свидетельствует заявление Алена Даллеса, руководителя резидентуры управления стратегических служб в Берне во время Второй мировой войны, будущего директора ЦРУ. В 1948 году Даллес заявил, что британская разведка в Берлине установила контакт с Рудольфом Гессом и с его помощью нашла выход на самого Гитлера. Гессу было сказано, что если Германия объявит войну с Советом, Англия прекратит военные действия. Получается, Англия сама подталкивала Германию к войне с Советским Союзом. Но постойте, скажут некоторые, Англия была союзником СССР во время войны и врагом Германии. Что-то не вяжется тут. Все вяжется, если историю знать. Сегодня принято считать Великобританию и Францию союзниками СССР в войне с Германией. Но это лишь пропагандистская сказка для наивных. Ни Англия, ни Франция никогда не были союзниками Советского Союза даже во время Второй мировой войны. А как же многочисленные фильмы о войне и многочисленные статьи в учебниках о дружбе и помощи Англии, Франции, Америке во время войны. Эта дружба была далеко не бескорыстной, а местами предательской. Многие забывают, что в Англии и Франции к 1940 году были сильны прогерманские настроения. И многие видные политики, генералы и члены правительств, мягко говоря, симпатизировали нацизму. Даже когда к власти Великобритании пришел Уинстон Черчилль и профашистские партии стали под запретом, британское правительство явно не исключало возможности того, что в один прекрасный день англичане вместе с немцами объединятся для совместных действий против Советского Союза. Мало кто знает, но весной 1940 года Англия и Франция реально планировали напасть на Советский Союз, точнее на Кавказские страны, и отрезать их от СССР. Главной задачей этой операции было захватить бакинскую нефть и лишить Советский Союз топлива. И виной всему стал знаменитый договор о ненападении 1939 года между Германией и Советским Союзом, более известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Англия и Франция испугались, что Советский Союз объединится с Германией в войне против Англии и Франции. 19 января 1940 года премьер-министр Франции Эдуард Даладье отдал поручение своим генералам подготовить план бомбардировки Баку и бакинских вышек силами французской военной авиации, базировавшейся в Сирии. Для осуществления операции планировалось сосредоточить в Сирии 150-тысячную французскую армию, а в нанесении авиационных ударов задействовать более 100 боевых самолетов французской авиации. По мнению французских генералов, наиболее целесообразным вариантом операции было ее осуществление с территории Иранского Южного Азербайджана. Совместно с французами план нападения готовила и Англия, планировавшая британская операция против советских нефтедобывающих районов получила название «Операция «Острие копья». В марте 1940 года британское командование приступило к непосредственному планированию боевых действий в Закавказье. 20 марта 1940 года прошло совместное совещание французских и британских генералов в Сирийском Алеппо, на котором в числе прочих решений было отмечено, что к июню 1940 года должно быть завершено строительство 20 аэродромов на Ближнем Востоке. К концу июня-начало июля 1940 года должна была быть завершена подготовка к нанесению ударов по Советскому Союзу. Перед войной на Кавказе было сосредоточено более 90% советской нефтедобычи, что позволяло одним нападениям на Закавказские республики СССР сразу же нанести сокрушительный удар по всему советскому топливно-энергетическому комплексу. Атака на бакинские нефтепромыслы, как подчеркивалось в докладе, не только парализовала бы советскую промышленность, сельскохозяйственную армию, но и воспрепятствовала бы Германии в получении доступа к источнику нефти. Без нефти, а значит бензина и керосина, германская армия, в свою очередь, не смогла бы воевать в Европе. Подготовка к войне набирала обороты, но про планы Франции и Англии узнали в Берлине. Гитлеру не понравилось, что огромные бакинские хранилища могут быть уничтожены, и Германия в будущем не сможет получать дешевое топливо для своей техники. Поэтому Германия решает действовать на опережение. Пока британские и французские военачальники обсуждали план нападения на советские нефтедобывающие районы Кавказа и Закавказья, 9 апреля 1940 года гитлеровская Германия начала норвежскую операцию. 10 мая 1940 года Германия напала на Францию, и французам срочно пришлось возвращать солдаты и самолеты с Ближнего Востока в Европу. Нападение на советский Кавказ пришлось отменить и Англия. В результате этой операции Германия избавилась от одного из основных на тот момент своего противника – Франции. Был получен плацдарм для действий авиации против Великобритании и возможной высадки немецкой армии на Британские острова. Вот так невольно Германия спасла Советский Союз от начала войны еще в 1940 году. Но, вопреки общепринятому мнению, Гитлер никогда не стремился к полному разгрому Англии ни до войны, ни во время войны, полагая, что выиграют от этого не сами немцы, а только Америка и Советский Союз. Еще в 1940 году Гитлер говорил «Мы ищем контакта с Англией на основе раздела мира». Поэтому, создавая плацдарм во Франции для нападения на Англию, Гитлер не собирался уничтожить Туманный Альбион в прямом смысле. Нет, он пытался своими авиационными налетами, обстрелами и демонстрацией силы деморализовать мирное население и тем самым принудить Великобританию с заключением мира. После целого ряда одержанных побед Гитлер поверил в то, что Вторая мировая война фактически подошла к концу. Он думал, что британцы, потерпевшие поражение на континенте и потерявшие союзников, вскоре сами заговорят о переговорах и попросят мира. И такое действительно могло произойти. Видный английский политик и министр иностранных дел Великобритании лорд Галифакс вместе с определенной частью общества открыто призывал пойти на мирное соглашение с Германией. Но Инстон Черчилль, только что занявший премьерское кресло и часть его кабинета, отказались от мирного соглашения с Германией и решили продолжать войну. К началу 1941 года общество и правительство Британии реально раскололось на два лагеря. Одни были готовы пойти на глобальную стопки Гитлеру и объединиться в войне против Советского Союза. А другие с Черчиллем тоже вести переговоры с Германией, но на выгодных для себя условиях. Судьба Советского Союза ни тех, ни других не интересовала. И теперь я подхожу к главному. Зачем же полетел Гесс в Англию? Оказывается, переговоры о мире Гесс вел с правительством Англии еще задолго до своего знаменитого полета. Еще в начале 1940 года в Англии были серьезные силы, готовые к смещению Черчилля. Смещение Черчилля было и одним из условий мира, на котором нас ставили в Германии. Премьер-министром Великобритании Гитлер хотел видеть бывшего министра внутренних дел Самуэля Хора, который явно симпатизировал Германию. За последним стояли такие фигуры, как лорд Гамильтон, экс-король Великобритании Эдуард VIII, король СМИ лорд Роттермир, флюгель-адъютант короля капитан Рой Фейес и другие. Говоря простым языком, в Британии позиции Черчилля были очень шаткими. И появление Гесса в 1941 году могло привести к его отставке и краху его политического будущего. Повторю, в 1948 году будущий директор ЦРУ Аллен Далес заявил, британская разведка в Берлине установила контакт с Рудольфом Гессом и с его помощью нашла выход на самого Гитлера. Гессу было сказано, что если Германия объявит войну с Советом, Англия прекратит военные действия. Примечательный факт, что этот полет Гесса произошел сразу же после того, как Гитлер назначил последнюю и окончательную дату для нападения на Советский Союз – 22 июня 1941 года. Проще говоря, Германия объявила войну с Советскому Союзу и теперь оставалось лишь договориться об условиях мира с Англией. Теперь понятно, зачем летел Гесс в Англию. Многие спросят, для чего нужно было инсценировать перелет бегства Гесса из Германии в Англию. Не проще бы было открыто прилететь в Лондон и спокойно подписать мирное соглашение. Оказывается, не все так просто. Германия подписала мирный договор с СССР и напрямую открыто не могла послать своего посла в Англию. Сталин хорошо понимал, что пока Германия находится в состоянии войны с Англией, Германия не нападет на Советский Союз. На два фронта Германия воевать не будет. А если Гитлер официально пошлет своего министра иностранных дел для переговоров или сам открыто заявит о некой встрече с английским премьером, то это будет означать, что Германия ищет мира с Англией, что однозначно указывает на объявление войны с Советскому Союзу. Поэтому Германия не могла действовать открыто. Вот и была придуманная история с бегством сумасшедшего предателя Гесса. Гитлер публично осудил несанкционированные действия своего друга и назвал его врагом Германии. И все для того, чтобы в Советском Союзе не поверили, что Германия готовится с ней воевать. На что рассчитывал Гитлер, нетрудно догадаться. Если Гесс договорится о мире с Англией, то Германия нападет на ничего не подозревающий Советский Союз, а Англия не посмеет открыть второй фронт и не ударит в спину. Вскоре Гесс вернется в Германию как герой нации. А если Гесс не договорится о мире, что было маловероятно на то время, то пусть Гесс так и остается первое время для виду врагом Германии и сумасшедшим. А потом, когда с Советами будет покончено, в чем Гитлер не сомневался, Англия сама вернет Гесса целым и невредимым, как национального героя. И все дальнейшие события Второй мировой войны говорят, что Германия и Англия все же договорились. Полет Гесса не прошел даром. С 15 мая 1941 года Германия неожиданно прекратила бомбардировки Туманного Альбиона и начала активно перебрасывать все силы из Франции на восток, границы с Советским Союзом. Тут явно прослеживается связь полета Гесса и заключение некого соглашения. Так что мог предложить Англия от имени Гитлера Гесс? Он предлагал им отличные условия. Подчинить Европу Германии и возврат германских колоний в обмен на сохранение целости Британской империи. Мол, будем править миром вместе, как партнеры. Как показывает история, Черчилль согласился на эти условия, но, возможно, с некоторыми дополнениями или оговорками. А для всего мира была пущена дезинформация, что правительство Великобритании отказалось от мира с Германией. Этот факт подтверждает известный советский разведчик, сотрудник НКВД, генерал-лейтенант Павел Анатольевич Судоплатов. Перед войной он докладывал вставку. Из Великобритании и США мы получали сообщения от надежных источников, что вопрос о нападении немцев на СССР зависит от тайной договоренности с британским правительством, поскольку ввести войну на два фронта было бы чересчур опасным делом. Как видим, Англия никогда не собиралась быть союзником СССР в войне против Германии. Вот почему Англия придумала бесконечные всевозможные оговорки, чтобы открытие второго фронта перенести как можно на дальний срок. Кроме того, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль делал все возможное, чтобы склонить президента США Рузвельта к отказу от помощи Советскому Союзу и вообще не открывать второй фронт против Германии. В Англии были уверены, что Германия быстро захватит Советский Союз, но когда Красная Армия вошла в Европу, в Англии и Америке страшно забеспокоились, что в руках Советов окажется вся Европа. А потом их оттуда уже не выгонишь. Поэтому и было принято срочно открыть второй фронт, чтобы спасти Европу от поглощения Советским Союзом. И главное, самим захватить все ценности и самые передовые научные разработки Германии. Ни о какой помощи советским войскам тут и речи никогда не было. Но вернемся к самому Гессу и его дальнейшей судьбе. И тут тоже много интересного. Вся дальнейшая официальная судьба Гесса сплошная фальсификация. Причем ее фабриковали обе стороны одновременно, и немецкая, и английская. Есть версия, что Гесс вылетел в Англию несколькими днями раньше и благополучно долетел по выделенному воздушному коридору. Но провести переговоры с прогерманскими представителями в Британии Гессу не получилось. Заговор в правительстве против Черчилля не удался. Многие видные деятели были либо арестованы, либо отстранены и сосланы. Гессу пришлось вести переговоры с менее лояльными представителями власти. Но даже Черчилль был готов пойти на любые сделки с Германией, лишь бы стравить Гитлера и Сталина, чтобы Германия напала на Советский Союз. И сделка, скорее всего, состоялась. Ведь, как я уже говорил, Германия срочно прекращает все бомбежки английских объектов, отзывает все дивизии, приготовленные для переброски в Англию. Если бы Черчилль действительно ненавидел нацизм и Германию, как пишут сегодня историки, то он бы посадил Гесса в тюрьму, в карцер, на хлеб и воду. Но Гесса, правда под охраной, почему-то поселяют в уютном доме недалеко от Лондона. Черчилль приказывает следить за его душевным и физическим состоянием, обеспечить ему комфорт, питание, книги, письменные принадлежности и возможность отдыха. Гессу были предоставлены богатые, обставленные две комнаты с ванной и собственный сад. На ежедневные прогулки его возили на автомашине, а комендант играл ему Моцарта и Генделя. Его отлично кормили бараниной и пудингами, на Рождество угощали жареным гусем. В его распоряжении был даже винный погреб. В таких условиях Гесс провел больше года. Но просочившееся сообщение в британской прессе о том, что Гесса кормят дефицитной рыбой, курицей и яйцами, вызвало волну возмущения среди населения, и Гесса срочно перевели в домик попроще. Почему Черчилль не казнил Гесса, если так ненавидел всех нацистов? Как нас уверяют историки. Вероятно, Гесс ему был нужен как заложник, гарант того, что Германия не нападет на Англию и сдержит условия мира. А история про разбитый самолет и прыжок с парашютом ночью – это обычная фальсификация. Главным образом для Советского Союза, чтобы в Москве поверили в сумасшествие Гесса и искренности Германии не воевать с СССР. Самолет, на котором улетел настоящий Гесс, отличался от самолета, чьи обломки были найдены в Англии. Есть версия, что Гессу позже, по требованию Гитлера, позволили перебраться в Латинскую Америку, где он и спокойно дожил до глубокой старости. А для Советского Союза и общественности под охраной содержали английского двойника. И на то есть веские основания. Судите сами. Сохранились записи агентов, приставленных наблюдать за Гессом в заключении. В их записях видно полное несоответствие поведения узника тому, что было известно о Гессе. Прежде всего поражала крайняя худоба Арестанта. При росте в 182 см он весил всего 65 кг. Хотя в еде ему не отказывали и кормили, как на убой, самыми изысканными деликатесами. Всем хорошо известно, что Гесс был настоящим вегетарианцем и очень привередлив в еде. Но узник всегда предпочитал мясо и ел все подряд. Узник неделями не менял грязно-нижнее белье, хотя настоящий Гесс менял рубашки минимум дважды в день. Наконец, узник хорошо понимал английскую речь на допросах и охранников в доме, но часто просил повторить фразы, когда с ним начинали говорить по-немецки. А когда сам переходил на немецкий язык, говорил весьма сбивчиво и бессвязно. Под конец войны он неправильно называл дату своего рождения, не знал сколько у него сестер, называл несуществующих родственников, не мог ничего сказать о важных событиях в довоенной Германии, ссылаясь на потерю памяти. И всегда отказывался встречаться с теми, кто мог знать Гесса лично в лицо. Дальнейшая послевоенная судьба Гесса, а точнее того, кто выдавал себя за Гесса, также полна сюрпризов. В октябре 1945 года пленного Рудольфа Гесса перевезли из Великобритании в Германию, чтобы придать суду на Нюнбергском процессе в качестве одного из 24 главных военных преступников Третьего Рейха. Но знаменитый британский врач Хью Томас, который в 1972 году обследовал заключенного номер 7, якобы Гесса, в берлинской тюрьме Шпандау установил, что он не имеет ничего общего с настоящим Рудольфом Гессом. Врач хорошо знал, что у Рудольфа Гесса было несколько серьезных ран, полученных в Первую мировую войну, в частности, шрапнелью в левую руку и огнестрельная в левую половину грудной клетки, нанесенная винтовочным выстрелом с близкого расстояния. Но у заключенного Гесса никаких шрамов, порезов, ран или следов хирургической операции на теле не было обнаружено. Никаких. Во время Нюнбергского процесса Гесс оказался единственным подсудимым, у которого не взяли отпечатки пальцев. Даже когда заключенный номер 7 прямо заявил своему адвокату, что он не Гесс, судебные чиновники не придали этому никакого значения, ссылаясь на сумасшествие заключенного, что, однако, не помешало международному трибуналу осудить невменяемого человека на пожизненное тюремное заключение. В начале августа 1987 года советская сторона дала согласие на освобождение Гесса из заключения. Заключенный под номером 7 пообещал сразу же после выхода дать важное интервью, в котором расскажет о своей настоящей миссии. В Англии переполох. Через пару дней, 17 августа 1987 года, 93-летний Рудольф Гесс неожиданно умирает. Он якобы покончил с собой, повесившись в своей тюремной камере в Шпандау на кабеле электроудлинителя, закрепленном на конной ручке. Видно, даже спустя столько лет английское правительство не захотело, чтобы Гесс вышел на свободу. И правда о тайном сговоре Германии и Англии в годы войны всплыла наружу.